Фильм закончился и началась наша история. Я с радостью представляю гостей в студии. Специалист по истории Нового Завета Антон Невальсин. Специалист по античной литературе Николай Гринцер. Специалист по истории Древнего Рима Александр Смышляев. И киновед Мария Штейнман. Ну и собственно первый взгляд сюжет фильма, расследование, ну не более не менее как плод творческого вымысла. Как говорится, нет дыма без огня. А вот существуют ли какие-либо исторические свидетельства, которые могли бы спровоцировать вот такого рода сюжет? Я должен найти тело. Тело. Одного еврея, распятого по твоему приказу несколько лет назад. Я выносил много решений по делам евреев. Его звали Иисус. Здесь это распространенное имя. Он был из Назарета. Не помнишь такого? Ты хочешь сказать, что Тиберий послал тебя за тем, чтобы найти его тело? Картина вполне такой могла бы быть. У меня только сильные сомнения, чтобы так быстро этим заинтересовался Рим. И даже, что эти слухи могли дойти до Тиберия. Там этого с точки зрения римлян. Просто мы смотрим. Этот фильм, конечно, уже сквозь призму долгой истории христианства. И понятно, что это важнейшее событие истории мира, в принципе. Для Рима в тот момент это настолько, в общем, не очень значимое событие, что я не уверен, что император назначил бы расследование. Хотя, в принципе, мог, если бы по каким-то стечению обстоятельств до него бы дошло. Здесь можно поставить вопрос так, могло это, в принципе, произойти или не могло в условиях Древнего Рима. Я думаю, это вполне возможно было. Вполне возможно. Рим, закон, да, и все-таки вот законность требовала расследования, доследования. В отношениях к такого рода инцидентам они разрывались между двумя позициями. То ли это какое-то жульничество с какими-то не очень хорошими целями, то ли это какое-то колдовство. А это уже опасно. Ага, и вот эта опасность тоже звучит, собственно говоря, в фильме. Это связано с воскресением, вообще с самым фактом, да? Они боялись вот такого рода непонятных им вещей и старались это пресечь как можно быстрее и решительнее. Был, вот скажем, проповедник в Иудее примерно в это же время, который повел толпу своих приверженцев к Галилейскому морю, заявив, что я дам сигнал, и вода раступится перед вами, и вы все пройдете на другой берег и впадете в Царство Небесное. Так вот, римляне не дали им дойти до берега, догнали кавалерии и рассеяли, да, они боялись, видимо. А вдруг на самом деле он даст сигнал и вода раступится? Что им тогда делать? А вот смотрите, да, фильм, собственно, начинается с преступления. Какие-то еврейские партизаны, да, убивают того человека, которого считают коллаборантом, да, который сотрудничает с римлянами. Нет! Остановитесь! Не делайте этого! Еврей, проливший кровь еврея, будет наказан! Вспомните закон Моисея! Замолчи! Кто ты? Зелоты? Расскажи всем, что ждет предателей нашего народа. А кто эти мстители? Что это за зелоты? Они потом у нас еще появятся на экране. А кем они были в истории? Ну, в Иудее, к тому моменту, когда Иисус из Назарета, будем так его называть, выходит на проповедь, своеобразные такие робин-гуды иудейские существовали уже достаточно давно. Вот, припоминаю я восстание Иуды Галилеянина, которое было связано с попыткой римлянную перепись произвести. Так что в этом смысле, я думаю, фильм достаточно достоверен. Вот эта вот линия зелотов здесь очень удачно, художественно удачно проведена. Не только художественно, я бы сказал, даже так вот религиозно. То есть они движутся в правильном направлении, эти зелоты? Нет, зелоты это, скажем, тот фон, на котором можно оценить учение и влияние самого Иисуса. Это как бы две альтернативы. Вот есть господствующая реальность, это Рим, и есть различные попытки, вот такой доминирующий, скажем так, или окончательный характер этой реальности поставить под сомнение. И вот одну из них представляют зелоты. Шалом. Ты знаешь, кто совершил эти преступления? Мне это неизвестно, но Богу известно. Люди на перекладной станции убиты. Возможно, тут побывал отряд зелотов. Нам лучше ехать дальше. Эти евреи были друзьями Рима, похороните их. Закопать тела. И самое интересное, что зелоты абсолютно для римлян понятны. Это тот способ решения проблем, который абсолютно прозрачен для римлян, убедителен. А альтернативный способ, который представлен последователями Назаретского проповедника, совершенно для них непонятен. Мы видим, каким парадоксальным способом главный герой, следователь, приходит в последние моменты своей жизни к пониманию того, что именно здесь опасность. Ведь помните, что он говорит, что мир в цепях. Если эти идеи получают распространение, тогда мир, с римской точки зрения, находится в цепях. И вот зелоты, как вот такая альтернатива учению Иисуса и фон для его постижения, мне кажется, это очень удачная линия не только с исторической, но и с художественной точки зрения. Был ли Иисус из Назарета каким-либо родом, каким-либо способом, близок с зелотами? Можно ли это предположить? Ну, лично самого Иисуса, думаю, что нет, конечно. Во всяком случае, вот его учение, которое как раз в фильме представлено вполне адекватно, во всяком случае адекватно тому, что мы читаем в дошедших до нас христианских текстах, оно исключает, конечно, такую интерпретацию. Другое дело, что среди толп тех людей, к которым он обращал свою проповедь, наверняка были люди, находящиеся в тех или иных контактах с этими зелотскими группировками, может быть, даже член этих группировок. Во всяком случае, среди 12 апостолов, а в трех Евангелиях у нас есть список 12 учеников Иисуса, вот есть один человек, который назван зелотом, прямо Симон Зелот. Ну, это греческое слово зелот присутствует только в Евангелии от Луки, а в первых двух Евангелиях от Матфея и от Марка он назван канонитом, но это, собственно, такая немножко по-гречески измененная, или сковерканная форма, там, арамейского слова, которое означает, собственно, ревнитель. То есть, ну, зелот, можно считать его переводом. Тут еще характерно, что, когда он спрашивает, Тит Валерий Тавр, зелотов, знаете ли вы Иисуса, они ему отвечают, не знаем, в смысле даже и знать не хотим. Вот, не знаем, в смысле знать не хотим. Да. Смертный приговор можно отменить, если вы ответите на один вопрос. Императору нужно тело Иисуса из Назарета, распятого бунтовщика. Мы не знаем такого человека. Ты лжешь. Он был одним из вас. Многие из нас стали жертвами римского произвола. Мы отомстим вам око за око. Они были крайним радикальным крылом фарисеев. И поэтому они вообще не воспринимали Иисуса, его учения, как таковое, не признавали Иисуса Христом. Давайте поясним нашим зрителям, да, почему фарисеи не принимали Иисуса. Какие у них были, вот, резоны, чтобы не принимать Иисуса. Чем отличаются фарисеи, скажем, от прочих многоразличных течений в иудействе того времени. Фарисеи наряду с писанным законом, зафиксированным в ветхозаветных книгах, настаивали на скрупулезном соблюдении позднейших предписаний, которые ко времени новозаветному в устной форме распространились. Позднее они были уже записаны. Это устная тора, да? Да, совершенно верно. И Иисус из Назарета, вот, по крайней мере, если основываться на евангельских свидетельствах, вот этому нарочитому вниманию фарисеев к этой устной торе очень резко противостоял. Противостоял, правда, надо пояснить, в каком смысле. Не в том смысле, что он считал все эти предания старцев по существу своему неверными. Он противостоял именно акценту на второстепенной, на внешне, на обрядовой стороне религиозности по сравнению с внутренним его духовным содержанием. И выступая против фарисеев, он, естественно, их положение таких духовных лидеров ставил под сомнение. Вот в этом кроется, в частности, причина их неприязни. А как часто происходили восстания в Иудее во времена Понтия Пилата? И к чему все это привело? Какова была дальнейшая история вот этих вот партизанских попыток изменить политическую ситуацию? Ну, Иудеи – это самое маленькое и, вместе с тем, самое проблемное из всех римских провинций. О, отличные характеристики. В тот самый момент, когда Римская империя достигла наивысшего своего расцвета и благосостояния, когда наступил всеобщий римский мир на целых два столетия, когда восстания становятся крайне редкими, Иудеи буквально бурлили. Мы всегда терпимо относимся к верованиям тех, кого завоевывают. Люди могут верить во что хотят, пока соблюдают наши законы. С евреями это не работает. Они свято верят в то, что они избранные. Народ, избранный Богом, принадлежащим только им. Постоянно волнение, восстания, которые подавлялись очень быстро. Но в итоге это все вылилось в грандиозную Иудейскую войну. Грандиозное восстание против Рима, которое потребовало от Рима очень больших сил для того, чтобы его подавить. А спустя какое-то время после этого, в следующем столетии, новое грандиозное восстание, которое потребовало опять от Рима все свои силы сосредоточить, чтобы его подавить. Это вот в этом плане уникальная, конечно, область Римской империи. Действительно ли у Понтия Пилата была жена? Ну, задокументировано ли это? Звали ли ее так, как в фильме Клавдия Прокула? И что вообще мы знаем о ней? И испытывала ли историческая жена Пилата какие-либо симпатии к проповеднику из Назарета? Я Клавдия Прокула, жена Понтия Пилата. Приветствую тебя. Я приветствую тебя, Клавдия Прокула. Я пришла проверить, хорошо ли ты устроился. Ты всем доволен? Сверх всяких ожиданий. Я знаю, что жизнь здесь непроста. Неси. А какова жизнь в Риме? Приятная и скучная. Ну, о жене Пилата говорится в Евангелии от Матфея, только в одном из четырех Евангелий. Не называй ее имени. Нет, имя ее появляется в латинской версии апокрифа более позднего времени христианского, которое обычно принято именовать деяниями или актами Пилата. Там появляется имя Клавдия Прокула, вот то самое, которое и в фильме фигурирует. Но, повторяю, она действительно упомянута в каноническом Евангелии, в первом Евангелии, в Евангелии от Матфея. Жена была? Да, как жена Пилата. И она, ну, я бы сказал, немаловажную роль играет в истории распятия Иисуса, поскольку еще до того, как Пилат под нажимом определенным, так сказать, иудейских лидеров принимает решение о распятии, пока он еще колеблется. Жена к нему посылает и говорит, ничего не делай этому праведнику. Вот такие слова, там, скажем, праведником она называет Иисуса, потому что я из-за него много страдала ночью. В чем именно ее страдания заключаются, естественно, мы не знаем. Откуда ты знаешь, что он был невиновен? Я видела, как его пытали. Ты? Ты знала его? Я видела его во сне. Это был мучительный сон. Его страдания, словно, передались мне. Я сказала мужу, чтобы он не приговаривал такого человека в форте, потому что я испытала его муки. Она римлянка, судя по всему, да? Но она называет его словом «праведник Иисуса». Да. А это как бы словечко, наверное, не из римского репертуара. Ну... Ну, сейчас я пытаюсь покопаться в этой исторической материи. Я не берусь судить. Текст-то греческий, понимаете? И, очевидно, и Клавдия Прокула не по-гречески, наверное, своему мужу свои соображения высказывала. И евангелист писал по-гречески, но, так сказать, представлял такую почву-то, скорее, и такую библейскую, и иудейскую. Так что тут это предмет особых уже изысканий. Вот это вот греческое слово «дикаёс», оно, так сказать, каким реалиям негреческим соответствует. Я пытаюсь просто уцепиться за какие-то свидетельства. Но, конечно, понятие праведности и праведника, как носителя этой праведности, понятие глубоко библейское. Библейское, да. И в этом не может быть никаких сомнений. И в фильме проявлена вот эта вот тактичность. И нет вот этого внедрения, нарочитывав то, что нам неизвестно. Да-да-да. Это мне очень понравилось. Это очень точное наблюдение. Граница дозволенного, да, не переступают. Как сказать? Вот это очень интересно. С одной стороны, согласна, а с другой стороны, немножко буду спорить. Посмотрите, весь фильм построен на том, что будет, если современный человек попадет в первый век нашей эры. Потому что главный герой по своему психологическому складу – это современный человек. Он ведет себя абсолютно уверенно. Он тут же предлагает секс жене Пилата, почему нет. Хотя это, в общем, согласуется немножко с Римом, но не до такой же степени, вот не прям же вот в сию секунду. Гораздо интереснее другое. Когда он начинает расследование, как он работает, он четко уверен, что, во-первых, это угроза Риму, и это шарлатаны, и ничего подобного быть не могло, потому что не могло. Итак, ты прикоснулась к его одежде и исцелилась. Вот деньги. Они твои, если ты скажешь мне, где находится тело Иисуса из Назарета. Я не знаю. Ты же молилась возле его гробницы, чтобы поблагодарить его. Я молюсь ему везде. Следующий. Вспомните, его приводят к будущему основанию храма гроба Господня. Он ставит ногу на камень. Он обсуждает, причем приводит жена Пилата, заметим. Он обсуждает. Для него это не имеет никакого значения. Его приводят в место, где проходила тайная вечеря. Они там садятся. Гральс берет с полочки ту самую чашу, с которой пил Христос. Они перебрасываются этой чашей. То есть это, в общем, получается фильм про то, как современный человек. А римлянин, это же как бы доминант рассудка для Домиани уж точно. Как современный человек испытывает просветление. Очень медленно. Достаточно мучительным способом. Рациональным все-таки путем. Это после рационального испытания. Они начинаются с рационального испытания, а потом кидаются в банальный оккультизм. Когда появляются служители неких восточных культов, это даже непонятно. Их же очень много было, я так понимаю, в то время. И жрецы Кибеллы, и Митры, и кого только нет. Появляются некие такие экзотические фигуры, которые предлагают сначала голову друг другу вертят. Потом замечательным образом, как они делают, они предлагают провести эксперимент. Распинают как раз одного из повстанцев. Абсолютно циничный расклад. Уже это именно такой жесткий юмор 20 века. Я, конечно, не специалист по истории Рима, но, честно сказать, я вот когда эту коллизию обдумывал, то у меня-то как раз вообще было ощущение, что главный герой ведет себя абсолютно так. Действительно, как в общем вел бы себя нормальный римлянин, а не современный человек, обремененный по двухтысячелетней истории христианства, например. Мне кажется, и это как раз, на мой взгляд, самая главная для меня, по крайней мере, удача и привлекательная черта фильма. Он на протяжении большей части фильма действительно не понимает, с чем имеет дело. Он применяет к этому странному явлению, к этому странному человеку. Кстати, очень удачно, что этого человека в фильме нет. Он применяет различные политические, социальные, как бы религиозные клише, которым там вопрос он не может понять. Это, условно говоря, политический заговор? Или это какие-то их, иудеев, религиозные штучки нам, римлянам, до конца непонятные? А ты, случайно, не связан с иудеями? Может, ты знаешь кого-то из последователей назаритянина? Я знаю его слова. Эти идеи распространяются умышленно. Они хотят ослабить нас, заставить сомневаться, а затем воткнуть нож в спину. Как они это уже делают? Вот он работает с этими клише, и они все как-то не срабатывают. И только в тот момент, когда он, кстати, перередившись все-таки в еврея, каким-то образом, войдя внутрь ситуации, оказывается там, где это и происходит, в реальности, он начинает понимать, что это совсем не то. Он, может быть, раньше, чем другие римляне, включая императоров, поняли, что это что-то такое особое, с чем они не знают, что делать. Полностью согласен со всем, что вы сказали. Я уверен даже наоборот, что современный итальянец никогда бы не поставил ногу на могилу, где лежало тело Иисуса. Даже если он не был бы католиком, все равно за ним вот эта католическая традиция, которая не дала бы мыть. Это все-таки, если брать с точки зрения Рима, он ведет себя очень по-римски как раз. Да-да-да. И очень характерно в самом конце, когда ему предлагают меч, чтобы он покончил с собой. Помоги мне. Да, он смотрит на лезвие и говорит, вот это вот прямое лезвие, так же, как прямая наша этика, логика, наша логика. Он осознал, что вот эта вот прямая, прямая как меч, этика и логика здесь не работает. Да, не доходит до сути. Здесь все по-другому. Такой прямой прямотой. Ну, конечно, натуралистически поданную распятие на кресте. Для Тита Валерия Тавра это своего рода следственный эксперимент, да? А насколько убедительно, простите за такой вопрос, да, это сцена с исторической точки зрения. И что мы вообще знаем об особенностях этой ужасной казни? Римляне! Вы убиваете нас, но вас все равно ждет поражение. Сколько они протянут? В зависимости от своей живучести. Может, один день, может, больше. Боже, это все. Боже, это все. Братья, это мы победители. Победа за нами. Она неубедительна даже с точки зрения самого этого фильма. Сцена построена на том предположении, что человек может впасть в каталитический сон, находясь на кресте. Его могут принять за мертвого, а потом он оживет. Но такого ни в коем случае быть не могло. В самом фильме, обратите внимание, Валерий Тавр спрашивает у одного старого солдата. Вот ты лично ударил копьем в бок Иисуса. Куда именно? Покажи, в какое место. Как слово зовут Ладгин. Да. Обязательно. Для римлян они пульс не проверяли у тех, кто умирал на кресте. У них это не было. Но вместо этого они делали то, что мы называем контрольный выстрел. Копьем били в бок куда-то. В Евангелии Атуана там еще один такой вид контрольного выстрела упоминается. Это перебитие голеней. Кстати, вот... В фильме это тоже есть. Да, когда проверяли твое тело на подлинность, который там Пилат подсунул. Да, но Иисусу сказано, как раз не перебили голени, потому что он уже умер. И вот это именно пробитие этого копья, это было в частности за свидетельством. Ладгин, ты действительно проткнул распятого человека копьем? Да. Покажи где. Кто сломал ему ноги? Ты сломал приговоренному ноги? Нет, он был уже мертв. Посмотрите, да, в процессе этого расследования перед нами предстают разные персонажи новозаветной истории. А кто вам кажется наиболее интересен, вот как бы, да, вот в этой лепке, да, экранного образа? Кто вот узнаваем и интересен из новозаветных персонажей в расследовании Тита Валерия Тавра? Мне понравился вполне Пилат, я должен сказать, что он представлен вполне, вот опять же, очень по-римски, потому что его заботят вполне такие, те вопросы, которые его действительно и заботили бы. И должны были заботить на самом деле, да? И должны были заботить, да, его действительно заботят. То есть он убедителен исторически, с точки зрения исторической мотивации? Да, так же, как и Тавр, который все-таки неисторическое лицо, они думают в этот момент одинаково. Они думают о политике, они думают о том, как это скажется, в том числе на судьбах Рима, каждый по-своему, но они не думают о том или не понимают то, с чем они имеют дело. Поэтому Пилат, мне кажется, здесь вполне убедительный в гораздо большей степени, чем разные версии такого глубокого переживания происходящего, которые были потом представлены в разных. Я не думаю, что Пилат, если даже и помнил спустя там три года о том, что произошло, то что он бы как-то переживал по этому поводу, кроме вот этих переживаний, которые в фильме показывают. Мне так кажется. А вот что о Марии Магдалине можно сказать? Ну, я могу сказать о Марии Магдалине, что это действительно персонаж, если можно так выразиться, взятый из Евангелий. И в одном из Евангелий сказано, и это в фильме тоже присутствует, что из нее Иисус изгнал семь бесов. Ну и особенно как именно свидетель воскресения, свидетель того, что гроб, в котором был Иисус похоронен, оказался пуст, она выдвигается на первый план в Евангелии Атуанна. В общем, вот что касается таких исторических реалий, насколько мы можем о них судить по евангельским текстам, все в фильме безупречно. Иисус воскрес, а это лишь уловка, чтобы убедить вас в обратном. Он жив, и живой пребывает в раю во веки веков. Воскрешение не обман. Поверьте мне. Да, Назаритянин. Я видела его после. Я была заблудшей женщиной, одержимой семью демонами, а он взялся надо мной. Поверьте моим словам, братья. Поверьте моим слезам. Вот смотрите, самого Иисуса в фильме нет. Но там есть, собственно, его мать. И есть два эпизода, которые чем-то невероятно сильны. Это успех Демиане, я считаю, колоссальный. И вот здесь как раз католическая Италия дает себя знать максимально ярко. Это, собственно, первый раз, когда наш инквизитор выясняет, есть ли кто-то из семьи Иисуса, и как все расступаются, и стоит женщина в голубом, в голубой такой вот как бы накидке, в плаще. И эта женщина не говорит ничего. Но это такой сильный эпизод. Есть ли среди вас последователи Иисуса, рожденного на вашей земле? Мы соблюдаем закон Моисея. Иисус давно покинул эти места и теперь гниет в могиле. Прочь отсюда, ненавистные римляне! Прочь! А есть ли среди вас кто-нибудь из членов его семьи? Ты Мария, мать Иисуса? И второй эпизод, когда подразумевается, что Мария посылает какую-то еду вот этому римскому представителю. И точно так же, да, проем стены, арка, женщина в саду, да, и это как бы вот это два пространства. Пространство песка и пыли, и пространство как бы рая. И вот этому человеку вот из рая буквально вот приходит весть. И он еще не готов ее принять, но, может быть, это предопределяет его какие-то дальнейшие шаги поведения и судьбу. Это получилась замечательная притча в результате. Я думаю, что это вполне достойное заключение нашей сегодняшней беседы. Я благодарю всех участников сегодняшней дискуссии. И напоминаю, что в студии были специалист по истории Нового Завета Антон Небальсин, специалист по истории античной литературы Николай Гринцер, специалист по истории Древнего Рима Александр Смышляев и киновед Мария Штейнман. Дорогие друзья, ждем вас снова в нашем кинозале. Смотрим историю на экране, обсуждаем ее со знатоками, идем по истории своим собственным путем. До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ